Что ни говори о Совет Директоров на сегодняшний день, это надежда на реализацию многих городских планов. Поэтому накануне в администрации собрались предприниматели и руководители предприятий. К ним и обратился глава города с проектом долгосрочной программы о стратегии развития Полевского городского округа до 2030 года. Бизнес-элита города узнала, как изменится Полевской через 10 с небольшим лет. Для этого сидящие в зале должны поучаствовать в этой программе и подать информацию о своем видении развития Полевского, рассказать и о развитии своих предприятий. Ведь от этого будет зависеть экономика города. Надо отметить, что в заседании Совета Директоров приняли участие Сергей Зырянов, заместитель губернатора Свердловской области, и Виталий Вольф, управляющий Западным управленческим округом. Эти люди в числе прочих областных чиновников ответственны как за само 300-летие, так и за подготовку к нему. К примеру, уже был прецедент, когда важные документы зависали в коридорах областной власти. Управляющему округом поручено создавать условия, при которых город успеет реализовать намеченное. Виталий Александрович уже озвучил о том, что в частности по улице Декабристов, ну и ряд других вопросов, чтобы этот процесс не затягивали, чтобы внимательно, особо рассмотрели, поскольку эти события очень важны, и трубно-металлургическая компания, Северский трубный завод готовы и выполнили работы по проектам, и готовы приступить уже к реализации этих проектов, но вот эти вот бюрократические проволочки, которые возникают в результате рассмотрения. Виталий Вольф обещал помогать в этом вопросе, но в рамках действующего законодательства. Второй вопрос повестки Совета директоров – план юбилейного года. Менеджер проекта «Полевской 300» Дмитрий Коробейников рассказал о первых этапах работы с региональной властью, о том, что в плане 9 основных разделах. Огромное количество мероприятий, и все они имеют финансовое обеспечение. Первые три объекта уже в бюджете Полевского городского округа средства предусмотрены. Это ремонт Центра культуры и народного творчества в южной части города. Также в южной части города ремонт детской школы искусств. И в северной части города это спортивный манеж, общеобразовательная школа номер 4 «Интеллект». Также очень важное, на мой взгляд, мероприятие – это по созданию комфортной городской среды. Это два объекта по благоустройству. Средства предусмотрены уже Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в объеме 22 миллиона на проведение данных мероприятий. Это благоустройство участка вдоль дороги улицы Коммунистической от улицы Листопрокатчиков до улицы Павлика Морозова, микрорайон Зеленый Бор 1,15. Это благоустройство территории от ворот коллективного сада «Металлург» до улицы Совхозной, Палерма, торговый центр Палерма. Вот эти два объекта точно будут проводиться работы. Дмитрий Павлович подчеркивает ведущую роль во многих начинаниях по реализации юбилейного плана Северского трубного завода. Очень важные, нужные слова сказал Михаил Васильевич Зуев. Он сказал о том, что мы, уважаемые руководители, все живем здесь, в городе Полеском, живем и работаем. И все несем ответственность за то, как этот город выглядит, как этот город живет, как он благоустроен, насколько он красив. И никто, кроме нас, не сможет сделать так, чтобы он был еще красивее, чтобы он был более комфортным для проживания. Поэтому, конечно, каждый из руководителей предприятий наверняка должен проявить социальную ответственность и к Дню города сделать какой-то подарок. Кроме того, участники Большого совещания узнали, что есть много других мероприятий и проектов, которые смогли бы улучшить и украсить Полевской. Однако на сегодняшний день они не подкреплены материально. На них отсутствует финансовое обеспечение. Тогда было принято решение подготовить второй документ – так называемый перечень мероприятий, не вошедших в основной план. Вот и хотелось бы направить усилия обеспеченных горожан, предпринимателей и руководителей предприятий на решение этих задумок. Первое – это реконструкция стадиона «Труд», строительство нового футбольного поля с беговыми дорожками. Есть государственная экспертиза, есть положительное заключение. Необходимо сейчас пройти экспертизу на эффективность и думаю, что можно уже было бы приступать к реализации проекта. Сейчас эта работа ведется. Улицы Декабристов, которые требуют ремонта. Северским трубным заводом подготовлен проект на ремонт этой улицы и сейчас как раз очень важно пройти экспертизу. Об этом я уже тоже говорил, что есть замечания и необходимо максимально в короткие сроки разрешить этот вопрос. Далее, мы уже много говорили о необходимости создания какой-то комфортной зоны для жителей южной части города и в частности о бульваре Трояна. Для нас это особая тема, поскольку много было встречи и граждане в один голос говорят о том, что это было бы здорово, если бы мы ее благоустроили и сделали ее местом отдыха и прогулок жителей южной части города. Подготовлена проектная документация, но мы столкнулись с одной проблемой, которая на наш взгляд требует очень важного и оперативного быстрого решения этой проблемы. И в первую очередь, поскольку по бульвару Трояна проходят сети холодного водоснабжения и водоотведения. Сети не ремонтировались более 40 лет. Сказать, что они в плохом состоянии, наверное, ничего не сказать. Поэтому было бы, наверное, неправильно провести работы по благоустройству, сделать красивый бульвар Трояна, но при этом подвергать угрозе всю эту красоту, если в результате какой-то аварии возникнет необходимость вскрывать, может быть, и не единожды. Бизнес-сообщество обещало дать ответы на поднятые вопросы. Ольга Фролова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова